Здравствуйте! Мне попался такой интересный документик на просторах интернета. Конкретно в группе Тайган на Крови. И как раз кстати! Я же занимаюсь кошачьей чумкой, белыми тиграми бенгальскими, ветеринаром Ивановым, блэкаутом, ну и свиной еще чумкой. Так вот, это письмо примечательно тем, что Зубков, якобы офицер, изъясняется как портовая девка, оскорбляет и унижает сотрудников Государственного комитета ветеринарии, языком чешет, как реальная быдва. Даже противно ей Богу. Но не это важно. О каких препаратах для стимулирования течки самок бенгальских тигров вы пишете, спрашивает Зубков у Лисовской Чудинович? Вот эта реплика меня заинтересовала более всего. Оказывается, тушеный Лисовская Чудинович в неком протоколе от 17 марта 2016 года отразили крамольнейшую мысль. Предположительно, Зубков стимулирует течку и функции половых желез гормональными препаратами. Например, сыворотку жеребых кобын. Используют для стимуляции охоты у тёлок. Применяют овцематкам, предназначенным сдача на мясо. Для вызывания у них охоты не в сезон размножения. Для стимуляции половой охоты и у свиноматок. У меня такие ощущения и рождались. Изучая биографию несчастной тигрицы Тигрюли, я её сравнивала со свиноматкой. У кошек стимуляция охоты и течки ветеринарными специалистами проводится с применением СЖК, ФСГ или экстрагенов. Вот и весь секрет плодильни Зубкова и Бэби Бумов. А цена здоровья кошки. Она не доживает до своей биологической старости. Не доживает даже до средних статистических данных в дикой природе. Вру, конечно, это не весь секрет. Предварительно ещё надо и котят отобрать. Как в природе, убить. Самка, имеющая детёнышей, активно охраняет свою территорию от вторжения самцов, так как они обычно убивают тигря, чтобы у самки вновь началась течка. Ну, например, заразить амликопенией на футозоне. И через 4 месяца получаем новый приплод. Белая тигрица-тигрюля, рождённая летом в 2009 году, вспыхнула как звёздочка на 8 лет и погасла. Ушла в небытие. За 6 лет 10 окотов и 29 котят. Хороший улов Зубков. Зубков не скрывает, что роженицы у него приносят котят по 2 раза в год. Что у него якобы для этого созданы хорошие условия. И это является показателем хорошей жизни. Так ли это? Плодиться и размножаться. Такой девиз, пожалуй, выбрали себе все зверята одного из самых больших дальнобойных зоопарков под названием Сафари. Настоящий бэби-бум устроили в прошлом году. Столько цирков и других зоопарков пополнили. Зверята ребятам на радость. И нынешний год начался тоже неплохо. В январе медведица бурая разродилась двумя малышами. В передвижных зоопарках тоже бэби-бумы. И тоже хорошие условия. Зоопарк Сафари. Филиал Росгосцирка называют роддомом на колёсах. И правда, то и дело, появляется здесь молодое поколение. К примеру, одна львица стала мамой три раза. Уникальный случай в мировой практике. Кормит. Вот у всех остальных львиц, малышей иногда забираем фотографии, она не даёт. Скоро у Катерины опять будут детки. И не только у неё. Вот львица должна вот-вот леопарды, волки канадские. А что говорят зоологи? Зоологи говорят, что кошачьи в зоопарках всегда привлекают внимание посетителей. Особенно большие кошки невероятно адаптивны и способны выживать и размножаться при содержании в крайне неблагоприятных условиях. Низкие или слишком высокие температуры, ограниченное необустроенное пространство, неправильное кормление и так далее. Кошачьих содержатся практически во всех зоопарках и, к сожалению, в тех, где для них не могут создать достойные условия и предоставить квалифицированный уход. А если ещё отнимать помёк и кормить гормонами, размножение превысит все ожидания. Первый приплод зубков проболтался, что тигрюля была заботливой матерью, и он сам забрал малышей на искусственное вскармливание. Потом нагло стал врать и оговаривать кошку. Второй помёт неизвестно, но и третий, и четвёртый – сама корма. В целях благополучия здоровья кошки контроль повторного оплодотворения очень важен для обеспечения общего состояния, восстановления репродуктивных функций и сохранения возможности размножения в последующем, дальнейшем. Слишком частые беременности могут отразиться негативно на состояние здоровья животного, привести к развитию болезней, а также будут отрицательно влиять на качество потомств. Самый надёжный способ уберечь самку от нежелательной беременности – изолировать её от самца. Но Зубкова – иной подход. 3 июня 2013 года самка тигра Альбиноса Тигрюля, подаренная Ялкинскому зоопарку «Сказка» экс-премьером-министром Украины Юлией Тимошенко, в третий раз привела потомство и родила троих тигрят. Об этом сообщил директор зоопарка Олег Зубков. По его словам, детёнышей Тигрюля вынашивала чуть больше трёх месяцев. Сотрудники скрывали интересное положение тигрицы, боялись сглазить. Ведь из двух предыдущих выводков в живых остался только тигрёнок-снежок. Всего до последних родов у Тигрюли было пятеро детёнышей. Сейчас Тигрюля чувствует себя хорошо. Её потомство пребывает с ней в вольере. Она слила себе гнёздышко в углу и никого не пускает к малышам. Кормит деток, она сама рассказала директор сказки. Он также добавил, что сотрудники зоопарка пока не заходят в вольер, чтобы не напугать и не вызвать излишнюю агрессию Тигрюли. Но недолго счастье длилось. Несмотря на предыдущие гибели малышей, помёд и от этого года активно участвует в фотосетах. А в прошлом, в 2012 году, Тигрюля, оказывается, родила дважды. Хотя ждали трижды. В общем, первенцев либо съели, либо беременность рассосалась. Оказалось сложной. Никто не знает, может, и не была беременной. Не знаем. Вроде была на вид. Всем так казалось. А теперь говорят, что если и была, то давно должна была уже родить. Первое знаменательное событие произошло в начале мая 2012 года. Благодаря Тигрюле белых бенгальских тигров в Украине стало одномоментно на четыре головы больше. Тигрюля, несмотря на то, что это её первые дети, оказалась очень заботливой мамой. Тем не менее, учитывая её неопытность, малыши будут жить пока отдельно, под присмотром сотрудников зоопарка. Когда мы их отбирали, чтобы обработать пупочки, малыши были чисто вырезанными и сухими. Единственное, что по неопытности не сделал, это массаж животик. Зубков чёрный, нечистоплотный заводчик, как в лучших традициях нелегальных плодилен, выжимает все соки из животного. Неокрепшими и слабыми, непривитыми малышами тоже торгуют в чёрную на фотозоне. А их там калечат и заражают. Зато на фотозоне посетители непривитым малышам делают замечательный массаж. А второе знаменательное событие произошло ровно через 4 месяца после первого. Родила малыша тигрюля в начале сентября. Всё в порядке, он живой, здоровый, эта девочка. Мы раньше не сообщали об этом, потому что белые тигры очень тяжело выживают. У Ялтинскому зоопарку на люди вивели маленькая тигриня. Его мама – біла бенгальская тигрюля. Народила месяц тому. Чому маля прикололи, знает Наталка Сафіханова. Вона одна из перших, кто побачил тигринятку на власне очи. Маленький білій кишці месяц поки що без имени. Досі у зоопарку її на люди не виносили, боялись, что не виживе. Як первістки тигрюля. Вже за месяц троє тигринят хлопчиків померли через уроджені вади та слабкий від природи імунітет. Тигры намного сложнее скармливаются, чем у львов. Например, у львов зубы прорезаются месяцем на третью неделю, а у тигрів на пятый день. Поэтому, сами знаете, как у детей режутся зубы. Дюна – единственная с первістки в тигрюле, что выжила. Было много проблем с ней, и с пищеварением, и с опорно-двигательным аппаратом. Ну, выровнялась, переросла. Зараз Дюні п'ять місяців, вона ще дитина пам'ятає свою будувальницю і дозволяє їй гратися з собою. Не очень понятно, выжила ли Дюна на самом деле. Потому как в 2013 году Зубков говорит о тигренке-снежке, единственном выжившим із прежних пометов. Вероятно, он спутал первые пометы львят белых с белыми тигрятами. И там выжил из двух первых только Снежок. В ялтинской сказке родились трое белых львят. Все они находятся на искусственном скармливании и чувствуют себя хорошо, сообщил директор зоопарка. Предновогоний подарок сотрудникам преподнесли Гера и Принц. Это уже второе потомство львиной пары за год. Летом они подарили зоопарку двух девочек. В природе белые львы – редкость. Их насчитывается всего две-три сотни. Важно, что рекламируется фотозона тисканье малышей с двух-трехнедельного возраста. Имена для детенышей, мальчика и двух девочек пока не придумали. Но зверинцы обещают, что уже через две недели львят покажут посетителям. С ними можно будет даже сфотографироваться. С ними можно будет даже сфотографироваться. Для кошки опасно рожать слишком часто. Вынашивание, потомство, роды, вскармливание котят молоком – все это энергозатратные процессы, которые требуют мобилизации организма и истощают его внутренние ресурсы. Кроме того, все это сказывается и на здоровье котят из последующих пометов. Надо отметить, что у тигрюли изначально материнский инстинкт присутствовал. Зубков утнил малышей, вроде как перестраховываясь. «Мы очень переживаем, что она еще молодая мама, неопытная. Она их облизала, обсушила. Но мы очень переживаем, что у нее или молока не хватит, или Патрис что-то сделает. Поэтому мы их забрали и кормим сами. Через каждые два часа», – рассказал Зубков. Только в последующих, более поздних публикациях, рассказывая о смертях, он уже говорил, что тигрюля отказывалась от кормления. Давая интервью аргументам и фактам в 2015 году, он говорит, что тигрят из своего первого помета она отказалась кормить, а искусственное вскармливание не помогло, и погиб весь помет. То есть уже нет ни снежка, ни дюны. Та же участь ждала тигрят, когда тигрюля родила во второй раз. Хотя было заявлено лишь об одной маленькой самочке. Ее маленькая сестричка еще на молочной сумочке, еще ледве стоит на лапах, и хвалювание за ней уже позаду, кажут в зоопарку. Рано хвалювание оставили позаду, и этот тигренок погиб. Маму тигрицу зовут Тигрюля. Для нее это уже не первый приплод. Однако впервые все тигрята родились здоровыми и имеют хорошие шансы на выживание. В конце апреля 2014-го Тигрюля снова стала мамой, подарила четырех малышей, и опять, как и в 2013 году, она была заботливой мамашей. Долгожданное событие произошло на прошлой неделе. В Ялтинском зоопарке большое событие. У пары бенгальских белых тигров родились малыши. Их четверо, трое мальчиков и девочка. Это большая редкость для зоопарка в рождении четырех здоровых крепких малышей. Кормит их мама. Мы очень рады этому событию. Раз впервые в 2014-м все четыре тигренка родились здоровыми и имеют все шансы на выживание, получается, что и за 2013 год неудача. Кстати, не факт, что в 2013-м и 2014-м году было по одному приплоду. Не факт. Такие животные часто рождаются с тяжелыми заболеваниями, мертворожденными или уродствами. О таких, конечно, зубков не будет сообщать. Зоу Ялта. В начале 2015-го года Илье, я так понимаю, сотрудник сайта AnimalSale, сайту по покупке и продаже домашних животных, предлагает белую больную тигрицу на шкуру. Есть редкий белый бенгальский тигр – самка. К сожалению, из-за неизлечимой болезни почек мы вынуждены ее продать на шкуру. 5 тысяч долларов. Примечательно. Отправляется то же фото на показ, что и аргументом, и фактом. Тигрюля и самец из Франции. Совпадение? Не думаю. В 2015-м вообще нонсенс. Если верить публикации СМИ, тигрюля родила трижды. 7 июня 2015-го сообщается, что в бенгальской тигрюле, которая была подарена зоопарку Юлии Тимошенко, родилась двойня. Но мать по каким-то причинам, скорее всего, из-за погоды, отказалась от них. А 4 сентября 2015-го года администрация блога «Зоу Сказка» сообщает, что 24 апреля в Ялтинском зоопарке «Сказка» белая тигрица родила четырех тигрят. Все тигрята чувствуют себя хорошо. И не просто хорошо, судя по фото, мамочка вновь кормит малышей. Либо это вброс, либо существует вторая тигрица. А вот апрельский, или все же майский, котенок в фотозоне. Далее, спустя 3-4 месяца, тигрюля вновь порадовала малышами. Об этом уже сообщает сам Олег Зубков в своем блоге. 5 октября в Ялтинском зоопарке «Сказка» произошло радостное событие. Известная бенгальская тигрюля родила трех малышей-мальчиков. Два белых и одного супер белого, просто белоснежного. Правда, кормить тигрят тигрюля отказалась. Тем не менее, это довольно частое явление. Мы знаем, как выкармливать малышей в таких случаях. Все тигрята здоровы. Их отдали по этой причине в детский сад, а следом и на фотозону. Это те самые тигрята, которые погибли в самый разгар украинского блокаута. Скандал был большой. Директор парка Олег Зубков заявил, что это произошло из-за того, что власти не помогли зоопарку с десель-генератором для обогрева животных в период энергодефицита в Крыму. Директор утверждал, что гибель зверей принесла ему ущерб в размере 45 тысяч долларов. У них было стерильное жилище с инфракрасными обогревателями и теплыми полами. Когда на полуострове отключили электроэнергию, мы не смогли обеспечить им такие условия. В результате природа взяла верх и малыши погибли. Вы наблюдаете стерильное помещение в данном вольере? Второй бенгальский тигренок в зоопарке сказка умер от переохлаждения, причем его сознательно довели до такого состояния. Об этом в эфире телеканала Крым24 рассказал председатель государственного комитета ветеринарии Крыма. Второй он с классической картиной переохлаждения, просто с классической. Тигр, и мы уже говорили с вами, который в природе живет в определенных условиях, находился в комнате 15 градусов, когда мы забираем труп 18 градусов. А как же он, извините, переохладился? Предполагаю, что крымские ветеринары не проводили лабораторные анализы ни у первого, ни у второго погибшего тигренка. Визуально определили проблемы с кишечником, поставив отравление. А кошачья чумка также характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта, диареи. У второго крымские ветеринары определили признаки холодовой смерти. Я предполагаю, тоже визуально ориентируясь на внутренние морфологические признаки. Поэтому склоняюсь, что второго тигренка оставили на улице замерзать намеренно, чтобы подтвердить свою версию с переохлаждением. Валерий Иванов напомнил, что после исследования уже вскрытого в зоопарке трупа первого тигренка он призывал Зубкова обратить внимание на персонал и кормление животных. Но тот наотрез отказался. Более того, в нарушение закона самовольно вывез труп третьего умершего тигренка в Краснодарский край, за что был привлечен к административной ответственности. Напомним, история с гибелью в зоопарке Ялты трех редких тигрят-альбиносов получила широкий общественный резонанс. И уже у третьего провели иммунохимический анализ крови, который выявил кошачью чуму. Утверждать и даже предполагать, что этот вирус возник или как-то связан с переохлаждением или незначительным понижением температуры в помещении нельзя. Общественность знает, в каких условиях выживают кошачьи у Зубкова в зоопарках. Неприлитые котята с двухнедельного возраста работают в фотозоне на потеху многочисленным посетителям. Животные погибли в результате ненадлежащего содержания, как и говорил прокурор, ветеринар и аксенов. Заразиться они могли как через посетителей на фотозоне, так и через сотрудников зоопарка, не соблюдающих элементарных санитарных обработок, а также дезинфекции, одежды и обуви. Блэкаут длится вторые сутки. Тигрята контактируют с посетителем. Ни о какой стерильности речи не идет. Им не пишет где-то месяцев. Нежизнеспособный, непривитый, семинедельный помет обречен на гибель по вине самого Зубкова. Я уточнил. Значит, первая прививка делается в два месяца малышу. Это первая прививка. Вторая прививка через три недели после первой. А третья прививка, в общем, еще там через три недели. Получается, от бешенства первая прививка начинается с трех месяцев делать. В три месяца только можно ее делать. То есть до трех месяцев малыш вообще непривит и контачить он ни с кем не может. Зубков не заводчик, а рвач. С 20-летним стажем на тот момент не смог определить кошачью чумку. Или в течение 20 лет таким образом у него гибнут кошки, котята, а он не знает от чего. А где был терещук из лонговита? Третьего ведь могли спасти. Трудно чумка, но лечится, лечится. А второго получается, что заморозили ведь намеренно. 2 апреля 2016 года тигрица по кличке Тигрюля в Ялтинской сказке опять родила четверых редких белых бенгальских тигрят, занесенных в Красную книгу. Очередное рождение тигров бенгальских белых. К сожалению, мать, как и в первый раз, рожала осенью. На самом деле весной отказалась выкармливать малышей. Малыши достаточно слабенькие, находятся на искусственном скармливании. Будем надеяться, что будут живы и здоровы, сказал Олег Зубов. Киси мои любимые! Привет! Привет! Киски мои! Киски мои маленькие! Ой, какие они мазюшки! Пока малышей на фотозоне активно вскармливаются искусственно, чумкой и другими вирусами и инфекциями, тигрюля, как в природе потерявшая котят, вновь готовится стать матерью. И действительно, в декабре 2016 сразу три речащих белых бенгальских тигра появились на свет в Ялтинском зоопарке. Опять находятся на искусственном вскармливании, поскольку мама тигрюля, подаренная в свое время украинским политикам Тимошенко, отказалась от них. Все случаи искусственного выкармливания в зоопарке свидетельствуют о неблагоприятном содержании кошачьих. Сотрудники должны принимать все меры для того, чтобы самки сами выкармливали своих детенышей. Отказывается кормить. Искара постижно летит. Летит за следующим пометом. Через четыре месяца тигрюля снова порадовала Зубкова и родила четырех детенышей. Как и в прошлом году. Отказалась. 2017-й. Малыши достаточно слабенькие, находятся на искусственном вскармливании. Будем надеяться. Раз отказалась, значит, снова жди прибавление. И точно! 18 сентября тигрюля вновь родила малыша. Последнего. Которого сразу же начала выкармливать. Раньше она отказывалась от малышей. Всего один малыш, к сожалению. Но поскольку белые тигры крайне редки, то мы рады и одному. А далее ни одного высокопарного заголовка в СМИ о новом потомстве тигрюля. Ни одного новостного сюжета о легендарной тигрюле. Зубков не заводчик, а рвач. Он считает себя профессионалом, а о здоровье питомцев не думает. Ведь окатившимся кошкам нужно время восстановиться. А все просто. Изолировать от них самца. Но он изолирует котят. В начале февраля 2019-го украинскими СМИ якобы вбрасывают утку о смерти тигрюля. Отмечается, что эта тигрица умерла еще в ночь с 12 на 13 января. Но об этом стало известно только сейчас. Местные жители поговаривают, что животное могли отравить. Дали ей испорченные продукты. Администрация хранит молчание. По другой версии, на данный момент специалисты зоопарка выясняют причину смерти животного. Но по предварительным данным, скорее всего, она умерла от старости. Как говорится, дыма без огня не бывает. Старость в дикой природе обычно наступает в возрасте 12-15 лет. А в неволе тигры доживают в 20-25 лет. Но это при условии хорошего содержания. Позднее, в конце 2021 года у Зубкова в его блоге интересуются о судьбе тигрюли. Зубков отвечает, судьба у тигрюли великолепная. Она живет в большом центральном вольере Ялтинского зоопарка сказки. Родила уже много малышей и по возрасту уже больше не может рожать. Феечка, как дела? Мы спим. Феечка, как дела? Хотя, хотя, в начале 2021 года на экспозиции в центральном большом вольере находится совершенно другая феечка, фенечка. Изнасилие тигрюлю в гонке за наживой в 17-м году в возрасте 7-8 лет она вышла из-за репродуктивного возраста. Хотя в этом возрасте тигры находятся в расцвете сил даже по условиям дикой природы, в которой они не доживают до биологической старости. Такая же ситуация и с тигрицами амурскими Василисой и Фросей. В 7-8 лет они исчезли с экспозиции зоопарка Тайган из-за якобы старости. Да, и в списках регистрации животных зоопарка сказка от 2019 года числятся совершенно другие животные 2008 и 2010 года рождения. А Патрис и тигрюля были рождены в 1 2009 год с разницей в полгода. Совпадение? Не думаю. Клава разродилась приблизительно к 25 августа, а в 10-х числах сентября большая радость. Уже загуляла. Две недели на восстановление организма достаточно ли? Дорогие друзья, подписчики канала Человек Лед, хочу порадоваться вместе с вами вот этой львиной историей. Перед вами вожак Чук, вожак всех прайдов, гордо стоит и охраняет свою возлюбие. Она оправилась от своей неудачной беременности и вот пришло время и опять она с Чуком. Ну, что поделаешь, саванна и здесь законы природы работают хорошо и мне, конечно, бы хотелось, чтобы Клава отдохнула, воздержалась, но в условиях открытой саванны они сами выбирают, когда и чем заниматься. Они сами, они, они, они все сами. У Зубкова они все, все сами. Саванна